140 выпадет. Если бы они были бы, вот в Эстонии бы не было проблем, у них не был резервный фонд. Латвию, чтобы выполнить такие обязательства в условиях государственного дефицита, когда государственная казна пустая, просто невозможно, такие деньги надо было бы где-то занять. Это было бы невозможно. Дальше. Предположим, не дай бог случилось, там чудо, и они где-то заняли эти деньги. ОМВФ, например. Нет, ОМВФ помогает только правительствам решения бюджетных и государственных проблем, а не социальных. Нет, это социальные проблемы. Не дал бы ОМВФ. Конечно, конечно нет. Это раз. Во-вторых, тысячи счетов, в том числе и государственных предприятий через деньги, зависли остатки в эти банки, да, ну, и эти деньги бы лежали до окончания банкротства. Хорошо, давайте подытожим. А на данный момент, когда, на Ваш взгляд, государство сможет вернуть вложенные деньги, сможет ли вообще? Продавцы, цитаделы, можно ли продать, может быть, старый, плохой парекс? Во-первых, если говорить о, ну, с точки зрения, финансовом смысле, о вложении государства, эти вложения исчисляются только несколько сотен миллионов ладов. То, что вложено, да, и которых обязательно нужно... Дальше. Основная сумма, больше 600 миллионов, это депозит. Депозит, который лежит, и по которому парекс исправно латвийскому государству платит проценты. И латвийское государство платит проценты международным кредиторам? Наверняка нет. Это дело в том, что эти деньги не за счет международных кредиторов взять, не у международных. От международных кредиторов взято только где-то 160 миллионов. Так вот, в прошлом году, надеюсь, я память не ошибаюсь, парекс государству, ну, конкретно государственной кассе, за этот помощь, да, вклад, заплатил больше 40 миллионов ладов. То есть, 640 миллионов положили депозит, уже 48 миллионов взяли проценты. Отличный бизнес. И в этом году возьмёт, да. Вот это помощь. Так же государство потихонечку возвращает. Хорошо, так мы продавим. Плюс, весь этот вклад государственный, ещё обеспечен залогами, самыми лучшими активным банком. Теперь, когда пойдёт о продаже парекс. Естественно, продавая вот эту, сейчас новый банк, да, там государство абсолютно ничего не потеряет. Она полностью получит весь туда вложенный капитал и ещё сверхкапитал. Так вот, сколько государство вернёт из того, что остаётся в плохом бумаге, там, естественно, вопрос, но то, что государство страшно много не потеряет, это факт. Страшно много это, в общем и целом, от обоих парексов? Да, да. По сравнению с тем, что было бы, если государство не вмешалось. Другое дело, сейчас можно говорить, что вмешательство было очень затянутое и, я бы сказал, неэффективное. Хорошо, сколько всего, на ваш взгляд, государство может потерять во всей этой истории? О, я не знаю, да. Ещё раз повторяю. Ну, как миллиард, три миллиарда. Нет, ни в коем случае, не миллиарда, а три миллиарда. И в данном случае, это тоже, что мы говорим, сколько потеряло государство, скажем, ну, обеспечивая, финансируя нашу военную миссию в Афганистане. Вот сколько потеряло. Но там очень легко посчитать, а с парексом, всё-таки сколько? Нет, дело в том, что это вынужденный мир, это дело у государства тратить деньги на решение проблем. Да, сколько государство теряет на, там, социальные нужды. Но случилась ситуация, когда надо было вмешаться в данном случае, и она вмешалась. И поэтому сказать, что потеряли деньги, это неправильно. Вы же сами только сейчас скажете, что потеряют не очень много. Так сколько, вот примерно, 10 миллионов 20? Я не могу, это не потеряные деньги, это издержки государства. Издержки государства на паркс. Так вот, если в общей сложности, то государство на 7-8 день уже это вложило, да, где-то около миллиарда, да, но я думаю, что больше половины, это обязательно вернётся обратно. Хорошо, ещё одна тема, которую хотелось бы затронуть, это неплатежеспособность, вот принятая из закона. Что он изменит для банков, и что он изменит для тех людей, которые сидят с кредитами. Насколько я помню, вы не раз говорили о том, что теперь банки повысят процентные ставки, выдавать кредиты будут меньше и хуже. Когда эта норма существует, да, причём облегчённом, изменённом виде, кстати, она существует до 2007 года, да, и эту норму никто в 2007 году не пользовался, потому что она, ну, выполняла свою роль и была направлена на эти экстремальные, исключительные случаи, когда нет другого выхода у заёмщика, как банкротство для того, чтобы расставить точку изной идеи. Банкротство – это не элемент для ширпотреба, это не должно быть массовый продукт, если кто-то это предлагает, это кощунство, да. И поэтому в условиях... А, подожди, а в чём проблема? Ну, человек обанкротится, не может платить кредиты, идёт и банкротится. Да, потому что из-за необознованности мы уже договорились до того, что человек чуть не готов обанкротиться, когда у него там задолженность 100 латов или 1000 латов. Хорошо, объясните, какая проблема вот... Банкротство, значит, как... В чём это чревато? Для физического лица, это согласно и латвийским законам существующим, и самим практике, ну, если вести параллельно тоже, как с юридическим лицом, банкротство, значит, финансовый крах, ты должен расстаться со всем своим имуществом... То есть не только квартиры... Не залоганы, а, я говорю, со всем имуществом, всё распродать в течение полгода. Диваны, шкафы, кастрюли... Нет, ну там закон предусматривает ещё со времён Олманса, что там может остаться одна свинья, сколько тарелок, сколько там носков и так далее. То есть, что на 100 действует закон со времён Олманса? Ну, будет, да, конечно, это цивиликомс, он остановлено, да. То есть можно оставить одну свинью? Ну, может, да, ну, может быть, там сейчас один мобильный телефон там будет изменен, но неважно. А ещё не меняли, подождите? Нет, это ещё впереди, да. Это интересный момент, то есть вот это вот ещё осталось с 30-х годов. Но, по большому счёту, имущество семьи должно быть распродано полностью, чтобы рассчитаться с долгом, да. И вот тогда ты, да, действительно свободен от всех долгов, да. После этого кредит можно будет? Но что вот всё в этом плохого? Ну, во-первых, а как дальше жить, когда ты всё распродал? Во-вторых, сегодня в условиях современного кредитования, кредитование ведётся обязательно с учётом индивидуальной кредитной истории рейтинга. Ну, кто тебе через год, два, три, четыре даст кредит, даже кредитную карту, когда ты в банкротстве, да. Поэтому этот инструмент абсолютно не годится для рядового заёмщика, который в условиях кризиса потерял работу, или его уменьшило государство зарплату, у него есть проблемы, да, возврат кредит. То есть он не для людей, да, а для кого он? То есть он заболел, да, на данном случае, это называется болезнь. Так вот решать надо не смертельной инъекцией, что называется, банкротством, а аспирином. Переговорами с банком, да. Переговорами с банком для того, чтобы иметь передишку на год, на два. А основное, да, надо направить на поиски работы, поиска дополнительного заработка, чтобы восстановить свою неплатёжеспособность. Ведь не может быть сейчас временно, я почему говорю временно, не может быть человек безработным 20 лет. У него кредит на 20 лет, он не может быть безработным. Ну, знаете, разным бывают истории, вот. Ну, пардон, тогда у разных вряд ли там будут и кредиты, хотя, может быть, один, второй будет, да. Так вот, для этих людей средний остаток кредита 32 тысячи, да. Это абсолютно посильная сумма для тех, кто брали кредит, 100 тысяч, 50 тысяч, хотя-то уже отдали. Но нет другого выхода, как банкротство. Это для тех ребят, я так назову, да, потому что очень страшно нравится, как называют в народе принятым словом, понятным спекулянтами. У которых, вот мы провели анализ, средний остаток кредита 425 тысяч на голову. На процентные ставки это может считаться, будет разное, то есть необязательно поднимется, они могут и не подняться. Или могут подняться какой-то вперёд, или не подняться вообще. Хорошо, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, господин Тверин, что пришли. Да не за что, готовы ещё прийти, если есть интерес. Обязательно. Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомню, в гостях у нас был президент Ассоциации коммерческих банков Латвии Теодор Тверионс. До встречи на Просто ТВ. До встречи на pack.